это проверено когда ты открыл компанию и эта компания не имела никакого шанса выжить что я сделал как раз был новый год я опубликовал стихи такие свои правда то есть опубликовал это на одном таком листочке там было написано что поздравляю с новым годом желаю там бла-бла-бла только в стихах был нарисован там название моей компании и сайт и внизу вот это поздравление оделся как дед мороз стал просто на улице и вот так большому количеству людей раздал эти листовочки когда я раздавал листовочки то всем говорил слова поздравляю вас с новым наступающим новым годом желаю вам счастья любви и бесконечного успеха финансового после того когда я отдал эти листовки их было одна тысяча штук начал я раздавать их два часа дня стоя возле кричатик на кричатике возле возле рынка бессарабского то когда я раздал вот эти все листовки то целый год на следующий год у меня были очень удивительные финансовые яркие всплески я нашел очень хороший бизнес который несколько лет меня очень хорошо кормил хотя намеков в эту сторону не было совершенно никаких вот вообще также там было предложение какое-то по бизнесу моему и был указан мой номер телефона но вы представляете я этот номер телефона в спешке когда отдавал в полиграфию не проверил и они его впечатали неправильно поэтому мне никто не позвонил но ничего в этом страшного спустя годы я делаю анализ и понимаю что то что я сделал это тоже пошло верно к чему это говорю о том что я сказал книжки пытайтесь подарить миру что-нибудь хорошая и этот мир обязательно что-то хорошее даст для вас или создаст для вас ляля артамонова младший сын неженатый не хочет общаться поддерживать отношения со старшим сыном думаю ревнует его ко мне как матери что делать помните обряд когда соединяешь сына одного и сына другого из и и себя и объединяйте всех одном одним кольцом крови это я провожу или вернее рассказываю об этом обряде в первой ступени проходите внимательно его служить